Смотри, смотрите, пацаны, кто-то заходит. Смотри, она мою футболку взяла. Она ей что, будет вытирать полы сейчас? Ладно, это с собой забираем. Ребята, она что, видео как-то? Да давайте, пойдем. Это я удачно зашел. А вот она их нашла. Отдай мне деньги, блин. Она телек навернула, это был новый телевизор. Всем привет, дорогие друзья, с вами Аришник. И это уборщица, часть 2. Я надеюсь, все видели ролик, где мы приглашали уборщицу к себе домой. И наблюдали за ней по скрытым камерам. И вы сами помните, что она вытворяла из того выпуска. Она, видимо, это убрать хочет. Поздравляю, теперь без макарон остался. Эээ, она обратно их кладет. Ну это съедят, ничего страшного. И сегодня мы обратились в ту же компанию и заказали уборщицу. Но только не к себе домой, а к себе на студию. Вы все знаете, что мы недавно поставили скрытые камеры. Поэтому нам будет даже проще. Не придется расставлять кучу маленьких гопрошек и их прятать. Поэтому давайте дождемся уборщицу и будем смотреть по скрытым камерам, что она делает. А если хотите, чтобы мы позвали уборщицу или уборщика еще раз, то обязательно под этим роликом соберите 100 тысяч лайков. А мы начинаем. Пацаны уже наготове и сидят за скрытыми камерами и наблюдают за нами прямо сейчас. И с вами еще Санпик 1, 2, 3, 4. Да, ребята, всем привет. И Пашка Ширяев, всем здравствуйте. Да, пока мы тут камеры настраиваем, там Артем вроде как договаривается. Я уверен, что пока я буду показывать помещение этой уборщице, пацаны не упустят ни одного моментика. Ребята, вот они уже звонят. Да, алло. Добрый день, это насчет уборки помещения. Я вот подъехал на лестницу, ставим меня куда дальше. Ты только снимай, снимай, все снимай, окей. Да, 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 окей. Я вас сейчас встречу. Я не думал, что это мужчина подъедет. Я думал, уборщица приедет. Здравствуйте. О, добрый день. Прокупай. Мы? Я вообще не любитель таких вещей. Да вы не переживайте, я же вам говорил по телефону, у нас тут съемочные павильоны. Вот, мы просто ролик писали, оператор он все фиксирует, когда съемка начинается, он привык все записывать. Мы сейчас уйдем, здесь никого не будет, я просто вам помещение быстро показать. Здесь у нас помещение не особо большое, но нужно убрать что-то на столе. Тут кружки, салфетки какие-то. Потом есть большое помещение, самое большое, наверное, где нужно будет проделать самую большую масштабную работу. Тут у нас душевые. Да, то есть там шланги прибрать, здесь вот у нас куча песка валяется, какие-то пакеты. Бригада справится? Да люди-то справятся, люди не первый раз, бригада большая, люди профессиональные. Пойдемте, я вам покажу последнее помещение, и мы тогда уйдем вместе с оператором. Вот, здесь никого не будет, когда закончат уборку, то позвоните. И тут последнее помещение, там еще есть туалет, и здесь еще один санузел. Сейчас вот только где-то 12-15, за сколько бригада справится? Ну, я думаю, до вечера справимся. Окей, тогда все, я пошел с оператором, ключи я вам отдал, вот, вы тут хозяйничайте, а мы пойдем. Ребята, сейчас побежали к пацанам под скрытым камерами все смотреть. Пацаны, все, я показал этому мужику помещение. А что это за мужик вообще? Он убираться будет? Слушайте, как я понял, это какой-то человек из клининговой компании. Я ему показал все помещения, отдал ключи, и сейчас он должен со своей бригадой уборщиков прийти и убирать нам все в помещениях. Давайте смотреть и следить вообще, кто придет. Ребята, наверное, уже прошел целый час, и мы вот по камерам все смотрим, переключаем их между собой, и никто абсолютно не приходит. Я уже не знаю, может, нас этот мужик обманул и хочет нас обворовать. Да, мы же деньги уже заплатили. Смотри, смотрите, пацаны, кто-то заходит. Слушай, ну хоть не та самая уборщица, которая в прошлый раз была. Что, она одна вообще? Нам же целую бригаду обещали, там здания-то большие. Да, ребята, мы за эту уборку заплатили 9800. Ого. Чтобы пришла целая бригада, у нас студия 900 квадратов. А тут всего лишь одну уборщицу прислали за такие деньги. Я не знаю, сколько она дней будет убираться здесь. Ну ладно, давайте хотя бы посмотрим, как именно она будет убираться. Потому что, как вы помните, прошлая уборщица, вот это была настоящая жесть. Там подписчики поставили 198 тысяч лайков для того, чтобы мы вторую проверку сняли. Давайте смотреть. Слушай, ну пока что вроде все нормально. Пока что она себя ведет, по крайней мере, адекватно. Но у нас звук же в этих камерах есть. Но пока что я ее очень плохо слышу. Она постоянно что-то про себя неразборчиво бубнит. Она же далеко от камер находится. Да. Сразу видно, что бездельники. А что это она про нас так говорит? Нормальная картина. Ребята, у нас эта картина давно висит. Зачем так Бруно, Сафика и меня обзывать? Футболочка. Смотри, она мою футболку взяла. Она ей что, будет вытирать полы сейчас? Ребята, у меня эта футболка специально висит на отпаривателе. Я как раз сегодня в ней хотел записывать ролик. Ребята, вот смотрите. Я в этой футболке постоянно ролики снимаю. Она просто взяла и ей полы начала мыть. Это жесть какая-то, ребята. Она еще кинула ее. Так все, я не могу. Вы как хотите. Куда ты, Артем? Да подожди, подожди. Пашка, отстань ты от меня. Отстань. Да она мои вещи берет. Ей полы моет этими вещами. А что ты ей сейчас сделаешь-то в конце концов? Так-то у нас есть хотя бы видеоматериал. Мы побольше отснимем. Ее начальству отнесем и ее уволят просто. Ребята, еще раз мы с пацанами будем снимать ролик про уборщицу только за 150 тысяч лайков. Потому что реально это просто невозможно. О, это нам подойдет. Тут не топят что ли, господи. Э, 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 как кофта-то мою? Да она же моя любимая самая. Да ладно, я там понимаю, полы тереть этой футболкой-то. И этих футболок можно накупить. А кофта-то одна мерчевская. Точно, это же кофта смерча Влада А4 твоя. Да, я ее носил постоянно, ребят. Вот даже в тикток мы снимали вот этот вот прикол. Тикток недавно вышел. Вот Пашка в этой кофте. Это его любимая кофта, блин. Ой, ладно. Помыла. Что она себе позволяет-то вообще? Ну, имеется же, Сонич, хоть какая-то, ребят, ну, кофта-то моя любимая. Да я не знаю, это меня... Заблокировай двери. Что там только вытирать не будет ей? Она может с футболкой так легко обошлась, а кофта-то кофта? Точно, как моей футболкой полы вытирать, тебе все равно. А как твою кофту просто уборщица одела, потому что я холодно? Ты сразу истерику заказывай. Да это футболка, они дешевле, кофт раз в пять. Да ладно, пацаны, ну, давайте просто дальше посмотрим, что она будет делать. Вот, она в другое помещение пошла. Хорошо, что камеры в коридоре тоже поставили. Так, смотри, вот, прошла по одному коридору, по другому. Вот, к офису, к офису идет. А ты ей что, ключи от офиса дал? Да, ребят, не давал я ей ключи от офиса. Я тому мужчине дал только ключи от всех помещений, кроме офиса. Потому что в офисе у нас же денег куча, там, всякого дорогого чего-то. Компьютер, экран, там, монитор, вот. От офиса я ей ключи не давал. Вот она не смогла открыть. Да-да-да, что-то за ручку офиса дергает, как будто открыть пытается. Так, наверное, эти засранцы прячут что-нибудь интересное. Нужны ключи. Мне кажется, она как будто сказала, что там что-то ценное, нужно ключи найти. Нет, ну, может, мы себе придумаем, но я тоже самое услышал. Так, ключи, наверное, где-то здесь. Блин, она в длинное помещение пошла. Там же у меня вторая куртка, где я ключи храню. Ё-моё. Ну, Артём, блин, ну как так можно-то, а? Как знала, слушай. Вот она полезла в эту куртку. Ё-моё, блин, она сейчас тут в наш офис полезет. Я надеюсь, она не додумает секционала своровать. Вау, я ключи нашла. Ну, что за сранца? У неё теперь есть ключи от офиса, это просто капец. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы относитесь к этой уборщице. И когда будет под роликом 20 тысяч комментов, мы ещё подумаем, куда её пригласить. Может быть, например, домой к подписчику, чтобы она её у него убралась, а потом мы её вывели на чистую воду. О, открылась. Блин, она открыла офис. Смотрите, она сразу пошла к видеокарте. Нет, она к кулеру сразу пошла. Из кулера просто ватны набирает. Но всё равно, знаете, ребят, некрасиво, но это хотя бы меньшее зло, что она могла сделать. Нет, вот там на самом деле у нас были уборщицы, которые спрашивали, можно ли им там пить чай, кофе, наливать воду и так далее. Она просто это делает всё без спроса. Ещё и в офисе, который мы специально закрыли на ключ. Так, какая рыбочка-то интересная. Графикскар. Артём? Это же твоя видюха стоит. Моя 2080 чай. Она же дорогущая и редкая сейчас. Так, что-то я тихо слышно, погромче сделаю. А, наверное, это то, что сын просил. Ладно, это я с собой забираю. В смысле? Сыну. Ребят, она что, видеокарту? Да давайте пойдём. Да она хочет видеокарту украсть. Вернём, вернём эту. Подожди, подожди. Она 120 тысяч стоит, 120 тысяч. О, Артём, я тебе скажу, что мы к ней пойдём. Побоже, блин, да, успокойся ты. Мы её отсюда не выпустим просто так с видеокартой. Она вон, когда Пашкину эту кофту одел, он уже хотел бежать ей. Справедливость восстанавливать. Видеокарта, ребята. 120 тысяч. Нет, ну, пацаны, это реально воровство. Давайте просто досмотрим. Это буквально только сейчас началось уже. Ребята, вот, смотрите, она из офиса выходит. Капец, Вин, с твоей видеокартой. Я надеюсь, что она прямо сейчас уже не уйдёт. Но если что, мы тут подорвёмся сразу и, блин, рогов пообломаем. Смотрите, вот она видеокарту оставила в коридоре. У нас есть шанс, если что, эту видеокарту обратно забрать. Я только не понимаю, куда она сейчас пошла. Она была в большом помещении, была в офисе. Сейчас, видимо, в среднюю пошла. Наверное, это будет как с той уборщицей, которая у нас тогда у меня в комнате чилила. Она увидела телевизор и пиццу и сразу решила отдохнуть. Хотя, ребята, мы за ней наблюдаем с первого же секунды, как она пришла. Она ещё вообще никак не убралась. Ну, она только полы там разлила и помыла твоей футболкой. Да уже тряпкой. Пашкину кофту испортила. Ой, что-то я притомилась. Да что значит устала? Она даже не работала. Телек будет смотреть, блин, и кушать нашу пиццу. Вообще офигевшие эти уборщицы. Да тоже туда. Поесть, а потом поспать. Ау. Она просто лежит на диване, смотрит телек и пиццу ест. Хватит уже жрать нашу пиццу, блин. Что такое? Что за дура, блин? Эй, наш телевизор! Пацаны, вы видите? Она пульт в телек кинула. Бук, срать, больше ничего не умеете. Она телек навернула. Это был новый телевизор у нас в секретную игровую комнату. Столько бабок же стоит, а кто платить-то будет? Она что ли? Как так-то? Она просто взяла и разбила наш телевизор. Да она вернет мне деньги за этот телек, сто процентов. Ребята, если кто-то знает какой-нибудь тикток адвоката, то напишите в комментариях. Все. Тихий час. Я сплю. Ребята, отлично. Она поела пиццу, посмотрела наш телек, сломала наш телек. А после того, как он сломался, она просто легла поспать. Ну а что, телек-то не работает, смотреть нечего, заскучала. Она забралась спать до нашего прихода, что ли? Подожди, стой. Это она пукала? Она так пернула, что сдула аж коробку из-под пиццы и стаканы. Ребята, это как надо так пердеть? Смотрите, как Пашка, у Пашки аж истерика началась. Я не могу. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, вы когда-нибудь так сильно пукали, что аж сдували стаканчик и коробку из-под пиццы. Это представьте, какая там была волна, что она аж пернулась под лифчиком и сдула банку и коробку из-под пиццы. Это же просто... Ну, это реально контент, хоть смешной хотя бы. За эти-то деньги. Смотри, она из-за своего же пердежа проснулась. А, да, ребят, кстати, по поводу лайков. Мы просто специально распечатали три лайка и положили в разных помещениях. Поэтому можем прямо сейчас с тобой сыграть в игру. Можешь написать в комментариях, где ты видел эти лайки. Нам просто стало интересно, заметит ли уборщица эти лайки. Смотрите ролик максимально внимательно. И если ты нашел все три места, где лежало три лайка, то напиши об этом в комментариях. Так, ребят, она сейчас зачем-то вернулась в большое помещение, где она протерла моей любимой футболкой все полы. И Пашкину кофту взяла. До сих пор в ней ходит. Включи душевые, включи душевые. О, господи. Они что, с ума сошли? Девочки мои. Я же там хотел пранк над Вильямом Бруно записать. Ролик? Ну да. Я же хотел записать пранки над Вильямом Бруно. И поэтому арендовал кучу куриц. Капец ты гений, блин. Так ты ролик бы снял про это хоть? Так снял, но она их нашла, блин. Дорогая, иди, моя дорогая. Иди, иди, иди. Лети, лети, лети. Да, да, да. Да. Она курицы выпускает. Зачем? А кто их собирать-то будет? Они сейчас наганят все. Она просто размажет какашки везде и повсюду. Смотрите, что я вам нашла. Смотрите, что у меня есть. Нифига. Я такого не ожидал от этой женщины. Ребят, ладно нам курица для пранков. Она просто взяла, выпустила куриц, одела костюм курицы и играла с ними в курицу. Она мама курица. И она типа мама курица. Мне, пацаны, даже страшно будет с ней разговаривать. Я не знаю, что от нее можно ожидать. Придется какой-то другой пранк снимать. Что она сейчас-то будет делать, а? Она зашла в длинное помещение. Она уже взяла там ключи от офиса. Я не знаю, что она там еще собралась делать. Макарошки. Зачем ты макароны наши достала? Я их сегодня хотел поесть. Ой, ребят, вы меня получите. Вы меня долго помнить будете. Зачем она нашу кастрюлю в туалет понесла? Выкидывать, видимо, я не знаю. Пацаны, я боюсь представить, что она могла с этой, ну, кастрюли сделать. Мы же ей явно не нравимся. Может, она захотела как-то, ну, приколоться над нами? Да что она может сделать с нашей едой? Не будет же она туда какать. Да не, она что, сумасшедшая, что ли? Ну, сейчас вы засранца у меня получите. Вы меня вспомните. Вон она вышла уже. Вон кастрюля, вот макароны там. Слушай, ладно, давай потом поднимемся и обязательно проверим кастрюлю с макаронами. А что она по курткам шарится? Блин, пацаны, у меня же там деньги. Ага, то есть ты в офисе деньги не хранишь, да? Ты их в этом, в общем помещении хранишь. Так она первый же в офис пошла. Да ты что, совсем дурачок, что ли, садик? А сколько у тебя там? 50 тысяч рублей. Сколько? Это я удачно зашел. А вот она их нашла. Отдай мне деньги, блин, пацаны, что делать-то? Может, в полицию позвоним, а? А что делать? Она же моя видеокарту украла за 120. Да где сериальные деньги? Видеокарту попробуй продай еще. Блин, я не знаю, ребят, может, прямо сейчас вылетать? Да слушай, ну она же никуда не денется. Мы же по камерам видят. Если она начнет одеваться и направляться к выходу, тогда мы можем вмешаться. Неряхи. Теперь можно и домой. Кстати, смотри, я специально оставил там пакет с мусором. Я бы хотел проверить, уберут его или нет. Неужели она после всего этого решила хотя бы мусор выкинуть? Ну, пускай выкидывает хотя бы туда, в коридор поставит, потом выкинет. Сама ее заставлю, блин. Куда она пошла, а? Пацаны. Она что, мусор выкинула в окно? Софик, она на тачку тебе выкинула этот пакет с мусором. Смятина. Пойдем, пойдем, пойдем. Да вы куда, пацаны? Разбираться с ней. Пашка, держи камеру. Давай, побежали быстрее. Да, Артем, давай, поднимайся, поднимайся, давай. Фух, все, бежим, бежим, бежим. Да быстрее остановите эту оборщицу. Подождите меня. Это твоя видюха? Это та видеокарта, которую она украсть хотела. Хорошо, что не успела. Где она? Тут ее нету. Подожди. А вы что приперлись? Вы часа через два должны были прийти. И что приперлись? И что мешаете умираться? Да, твоя машина чуть не разбили, блин. Какая машина? Что тебе разбили? Вы нам мусор сейчас прям на машину выкинули? Хватит врать! У нас по всей студии стоят камеры. Мы все видели, что вы делали. Зачем вы видеокарту с офиса украли? Хватит брать! Ну тогда верните мои деньги, 50 тысяч рублей. Что тебе еще вернуть? Пожалуйста. Да ничего не надо, только деньги надо вернуть. Мне отплатить за квартиру нечем. На, с тебя хватит. А что, половина-то? А остальное мне за работу, за ваш срач, за уборку вашего срача. Наше в приложении есть стоимость за вашу уборку. Уборка не может стоить 25 тысяч. Тоже, за вашим срачом тоже. А телевизор? Телевизор был абсолютно новый. Вы же, Артем, а футболкой мыли полы. Да вообще так нельзя делать. Переключи на сапфик за пиццу хотя бы. Это ж, ну точно наше это. Вы ж полицию вызовете, вы не понимаете. Вызывай. Вот, смотрите. А, да, да. Вот, уронил, теперь не включается. Это ж вытолкнули, я на видео, у меня там все не встиралось. Я думал его хотя бы отремонтировать. Верните нам деньги и сделайте нормальную уборку. Да был абсолютно новый телевизор, ребят. Что ты врешь, что ты врешь. Он вообще не работал, не включался. С вами разбили, а на меня наговариваете. Как вам не стыдно? А у нас зато есть видеофиксация, как вы пукнули. Стаканы своим пердежом все сдули. Не ври, сопля малолетняя. На камере у меня все есть. Да, а что у тебя еще есть? Мозги-то у тебя есть? Так ну это же вообще безобразие. Ну кто так делает-то? Ну мы в службу поддержки будем. Ребят, я не знаю, у нас деньги украли. Видеокарту хотели украсть, одежду. Челик при вас уронили, ребят. А курицы точно? А курицы? Это вы у нас, ребята, живодеры. Вы бедных несчастных животных закрыли. Они кушать хотят. И жить хотят. Там зерна у них полно. Да, тебя закрой. Я на тебя посмотрю. В том помещении у нас есть видео, как вы одели голову курицы и бегали тут с ними. Хватит врать. А вот ваша ненаглядная футболочка висит. Вот она. Вы ее постирайте, забудьте, а то она у вас грязненькая валялась. Так из-за кого она грязная-то? Вы же не вытирали все. Потому что вы хуже свиней здесь. И вообще. Слушайте, ребят, я не знаю. Только 150 тысяч лайков, чтобы мы записывали ролик про этих уборщиц. Потому что это просто невозможно. Ты все сказал? Я с вами буду связываться только за 150 тысяч лайков. Я не могу вас слушать, я пошла. Куда? Домой. Стойте на месте. Мы еще полицию ждать будем. Подождите. Куда вы? Пацаны, что делать-то будем? Ребята, давайте прямо сейчас пойдем и позвоним этому мужчине, который там этот, я не знаю кто он, директор, видимо, ВТК. Подожди. Компания, Клининс. Пашка, она же в твои когти ушла. Да ну, она еще и когти. Беги, беги. А кофту? А кофту? Давайте, знаете что, ребят? Я хочу узнать, что она сделала с нашими макаронами. Ну, это реально какой-то беспредел. Она же их в холодильник положила? Ну, да. Ребята, здесь куриные какашки. Она сейчас выкину нафиг. Артем, не надо показывать. Я не буду показывать такое. Ребят, то есть она взяла эти куриные какашки и положила нам в нашу еду. Ребят, я вам сто раз говорил. Я не буду сниматься ролики про этих уборщиц. Потому что это вообще какой-то капец. Но если вы под этим роликом соберете 150 тысяч лайков, так уж и быть, мы запишем новую проверку уборщицы. Но это, ребята, просто капец. А пока что тыкайте вот сюда и смотрите вот эту вот пулю. Ребята, жми сюда и смотри этот офигенный ролик. Всем пока!